Очень много сейчас всяких курсов по Яндекс.Дзену, которые рассказывают, что могут вам дать какой-то секретный способ, который вам поможет развить свой канал, вы начнете зарабатывать там большие деньги, никогда не будете работать и все такое в этом роде. Мне периодически пишут, спрашивают вот такие вот курсы, стоит ли на них записываться, недорого ли это стоит. Ребят, я не знаю. Знаю только, что у всех этих курсов одна отличительная черта. Они заявляют, что могут раскрыть вам какой-то секрет, какую-то тайну, что эта тайна вот только у них есть и что никто больше об этом не знает. Ну, собственно, об одних таких курсах с секретной методикой я уже рассказывал в одном из своих видео, в подсказках его прикреплю. Посмотрите, там довольно известная в кругах Дзена Торшина-путешественница и ее команда проводили курсы, записывали на эти курсы, я записался на их вебинар и пробовал, собственно, узнать, что за секретная методика у них. Деньги я за эту методику платить не стал, записываться на эти курсы тоже не стал слишком дорого, но, судя по каналу, они, похоже, ее сами не используют. Тем не менее, мне почему-то кажется, что все секретные методики на Яндекс.Дзен я уже знаю, и сегодня я вам расскажу об одной из них, самой главной, на мой взгляд. А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Собственно, секретная методика на Яндекс.Дзен, которая поможет добиться успеха, которая сделает вас суперизвестным блогером. Для тех, кто еще не понял, это наполовину шуточный ролик, но нужно понимать, что в каждой шутке есть доля правды. И то есть, все популярные авторы в той или иной мере эту методику используют, используют постоянно, используют практически во всех, ну ладно, не во всех, но во многих своих статьях. Ну и данный способ, если вы его раньше не использовали и начнете использовать, он очень сильно прибавит вам в вашем канале, у вас может вырасти и аудитория, и до читки, главное, все грамотно сделать. Ну и, собственно, в чем смысл-то способа? Вам просто нужно взять и, во-первых, пишите про себя. Это как бы такое вот золотое правило данного правила. Простите за тавтологию, но тут иначе не получится. Вот, а что у нас самое главное на Яндекс.Зен? Правильно, это заголовки. Текст не так важен, важны заголовки, по которым будут кликать, а дальше, даже если вы с небольшими ошибками пишете, совсем уж безграмотно нельзя, но тем не менее, заголовки, они привлекают, они повышают CTR и статья крутится. Нам нужны заголовки. А что в заголовках главное? В заголовках главное глаголы, но обычные глаголы, они тоже могут быть разные, про себя, не про себя, вот какие нам нужны глаголы. Глагол это действие, ну то есть, увидел, поехал, посмотрел, съездил, зашел, открыл. Это у нас будет первая часть заголовка, то есть, что-то сделал, ты что-то сделал, вернее, я что-то сделал, ну тот, кто пишет статью, что-то сделал, а дальше что? А дальше удивился, расстроился, огорчился, обрадовался, ну и все в таком духе. Например, купил банку тушенки и очень удивился, показываю, что внутри. Ну или получил зарплату и заплакал. Не, еще раз повторюсь, понятное дело, что прям так заголовки лепить нельзя, то есть, нельзя просто брать какие-то глаголы там, показываю, удивился, подряд их лепить, и вот вам типа заголовок. Если так делать, то можно в конце концов получить бан, вот, ну, за кликбейт опять же. Но если все это использовать в разумных пределах, то это прям клондайк какой-то. То есть, берешь телефон, идешь куда-то в магазин, допустим, фотографируешь, потом выкладываешь, вот, купил там бомж пакет за 3 рубля, показываю, как он заварился. Тут, конечно, нужно понимать, что еще куча факторов на это влияет, на вашу статью. Ну, то есть, затронута ли интересная для читателей тема или неинтересная, сделан ли хороший снимок или снимок не очень, как вы построили заголовок, в каком порядке поставили слова, есть ли у вас в тексте ошибки, это все безумно, безупречно влияет, конечно, но все равно, пишите про себя, используйте глаголы. Как бы, ну, многие популярные авторы так делают, давайте вот и поищем такие вот заголовки на каналах каких-нибудь самых популярных блогеров, которые зарабатывают там огромные деньги, ну, либо говорят, что зарабатывают огромные деньги. Давайте взглянем. Ну, вот, давайте возьмем для начала канал Тревел Маньяк. Тревел Маньяк у нас хорошо зарабатывает, у него 169 тысяч подписчиков, 3 миллионная аудитория, ну, в общем, все понятно. Но если у него посмотреть, то кажется, что нет, у него такого нет, потому что, как выглядит зимний Байкал, без китайских туристов, вроде бы никакого действия, персональная вип-доставка до трапа самолета, что можно увидеть из машины, как бы уже про себя, но не об этом мы сейчас. Ну, вот, смотрите, допустим, с голодухи, заказал в Улан-Удэ в ресторане сразу 14 блюд. Первое, заказал, дальше, показываю, заказал, показываю. Вот вам первый заголовок такого формата, смотрим дальше. Тут наполовину по такому принципу сделано, ну, смотрите, вот тут перечислено название. «Мне встретились на дорогах в Сибири», то есть встретились, ну, не удивлялся хотя бы. Хотя дальше, если посмотреть, то вот, пожалуйста, посмотрел на деревни в Сибири и стало понятно, почему люди бегут оттуда, куда подальше. Тут немного по другому принципу построено, то есть, как бы посмотрел и что-то такое увидел, от чего люди бегут. Тоже неплохо. Тут у нас заголовок «Есть ли в реальности город такой-то, понятно какой?» Нашел в Сибири поселок, который жители которого говорят, что это он и есть. Опять же, нашел, то есть, что-то сделал. Дальше смотрим, проехал от Читы до Москвы, то же самое. Хоть что-то хорошее для людей нашел в Чите, показываю, опять же, показываю, рассказываю, удивился. Стандартные заголовки. Вот, увидел, как выглядит дно, на которое может опуститься человек в России. Чита, район, зенитка. Дальше, заглянул во дворы частных имений в центре Читы, удивительная картина. Ну, если хотите, сами полистайте канал, посмотрите, по какому принципу тут строятся заголовки. Давайте еще один посмотрим, допустим, блог не блогера. Ну, кто знает, тот поймет. У него, как бы, аудитория поменьше, 962, 649, 74 тысячи подписчиков, но тем не менее. Вот, допустим, что тут у нас. Как поклеить обои на окрашенную стену? Попробовал, то есть, сам попробовал, ага. Дальше, отвечаю на вопрос, который часто задают. Тут, выбирал автомобиль, потом купил. Дальше у нас что тут, сходил и проверил. Не думал, что это настолько просто. В СССР делали качественно, вот почему я выбрал. Что я в нем уже переделал. Пожалел. Купил фары и пожалел. Научился пилить фанеру без сколов и зазубрин. Собрал модульную кухню. Купил солнечную систему и электросбережение. Короче, сделал, купил, 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 показываю, удивился, все то же самое. Я понимаю, что у них на каналах это все выглядит не так нарочито гротескно, как я вам сейчас рассказал. Но, тем не менее, этот принцип, он в принципе там и используется. Другое дело, что нужно найти еще что показать. Но, в принципе, если вы показываете какие бытовые ситуации, какие бытовые предметы, что-то, что вы купили, там, сфотографировали и людям хотите показать, то да, это работает. Это, наверное, не прям секрет-секрет успеха, но ролик наполовину шуточный. И если вы будете использовать данную методику в разумных пределах, то успех в конце концов вам придет. То есть это не волшебная таблетка, которую раз выпил и все там у вас, все хорошо, все отлично, показы и дочитывания. Но, тем не менее, что-то из своего опыта нужно брать, показывать, рассказывать, объяснять и удивляться. Вот. Ну, опять же, как я сказал, вам придется делать это на свой страх и риск. Если что-то пойдет не так, дзен вас забанит. Если вы слишком там будете усердствовать с заголовками, типа, свекровь выгнала нас из дома, когда узнала, что у меня маленькая зарплата, что-то такое, то вас, опять же, забанят за контентный спам. Нужно об этом помнить. Ну, и нужно помнить о том, что на дзен нет никакой стабильности. Сегодня вы можете зарабатывать по 4 тысячи 5 тысяч в день, а завтра у вас может приходить по 100-200 рублей. Это нормально. Для дзен это вполне себе в порядке вещей. Ну, и я отлично понимаю, что у меня на канале на ютубе сейчас где-то, ну, 22 тысячи подписчиков, почти 22 тысячи подписчиков. Если хотя бы половина посмотрит это видео, часть из них будет писать такие же заголовки, и в этой сфере сейчас создастся очень большая конкуренция, и все будут писать «увидел, попробовал, показываю, рассказываю, удивился, не удивился, ужаснулся» и там всему подобное такое вот все. Так что, возможно, в скором времени этот способ перестанет работать. Туда ему и дорога, потому что меня всегда бесили такие вот статьи, форматы, заголовки формата, типа, купил банку тушенки, открыл, удивился, показываю, что там внутри. Что там внутри? Тушенка, блин, там внутри. Чему ты, блин, удивился? Так что, Яндекс.Дзен, удачи тебе теперь. Не знаю, как ты будешь наливать показы всем подряд. А хотя нет, знаю в принципе. По одной из теорий, которая, конечно же, неправда и полная фигня, в нее не стоит верить. На Яндекс.Дзен есть обычные авторы, которые пишут, 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 а есть особенные авторы, которых Дзен иногда сам пригласил, либо которые там с ним сотрудничают, хвалят его по-всякому. Так вот, говорят, но это, конечно же, неправда, в это вообще не стоит верить. Так вот, говорят, что эти авторы получают больше показов, больше дочиток, даже если пишут полнейшую фигню, даже если нарушают грубо правила. Но это, конечно же, неправда. Ну, как в такое вообще можно поверить? Я вот не верю, да, вообще не верю. Честно, не верю. И вам не советую. Так что, Яндекс.Дзен, если смотрите, то не блокируйте меня, пожалуйста. Ну, а если серьезно, то давайте резюмировать. Что важно? Важны заголовки, действительно, заголовки на Дзене. В Дзен такой формат, это что-то вроде личного блога. Они хотят, чтобы вы писали о личном опыте. То есть, что-то купил, что-то увидел, об этом и рассказал. Вот. Но, на самом деле, ну просто безумно надоели уже все эти статьи про суп быстрого приготовления, который там, не знаю, купят. И то подожгут, то заварят, то еще что-то с ним сделают. И про банку тушенки, которую как не откроют, так все удивляются. А что там такое? Мой ведь канал, если посмотреть, то у меня тоже много подобных статей. Вот, давайте посмотрим, что будет, если положить 100 долларов в банкомат Сбербанка. Я решил проверить. Решил проверить. Ну, близко к этой теме. Ну, тут понятно, поднимался по лестнице, потом меня остановили. Тоже из этой же оперы, хотя не очень много набрала. Это вот 37 тысяч, а это всего 3200. Но ниже, если посмотреть, вот, загадали загадку, не смог ответить. Пожалуйста, 197 тысяч дочитываний. Снял квартиру, тоже 11 тысяч дочитываний. Отказался давать деньги, почему я так поступил, тоже 24 тысячи дочитываний. Не все статьи подобного формата заходят, но, тем не менее, вот, многие так делают, как бы, чего тут скрывать. Уж а про свой негативный опыт, так это вообще клондайк, как я уже говорил. Как меня обманули, продав кожаную куртку за 5000 на финской распродаже. Меня обманули. Действие, глагол, 122000 дочитываний. Так что, вот он вам, весь секретный секрет про успешный успех. Пользуйтесь, если получится. Так что, все это работает, вот, фиг пойми как. На пульсе, кстати, не котируются личные блоги и не котируются там какие-то жизненные истории. А еще, насколько я помню, там нельзя постить художественные рассказы. Так что, если вы рветесь на пульс и при этом у вас жизненные истории, какой-то личный блог, либо вы пишете про эзотерику, то, насколько я помню, лучше вам туда не соваться, потому что ничего хорошего не получится. Вот. Ну, а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, на инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч, пока. А, ну еще один момент. Для тех, кто говорит, что я постоянно не смотрю в объектив. Вот так я смотрю в объектив. А вот так смотрю на экранчик, который наверху объектива. Вот так вот в объектив, вот так вот выше. Вот так в объектив, вот так на себя. Вот.